Всем еще раз здравствуйте. Может быть, кто-то присоединился к нам в последнюю минуту. Немножко лирическое отступление от нашей основной презентации об отеле Novostar Budget Pyramid Club & Spa 2+. Это отель, который вошел в сеть Novostar в 2019 году. И одним из очень важных критериев является персонал отеля. Почему мы обратили внимание именно на этот отель, а не на какой-то другой? Почему именно он вошел в сеть Novostar в 2019 году, несмотря на то, что это отель две звезды? Это персонал отеля. Душа и сердце отеля – это его персонал. И один из представителей сейчас как раз важных представителей – это шеф-кондитер мистер Мурат. Он ответственный за сладкий стол в пирамидах. Вот я же вижу, вопросики-вопросики пошли. Я бы хотела немножко лирического отступления. Это показать десерты, которые готовит мистер Мурат. Профессионал своего дела. Просто хороший человек, что тоже немаловажно. Ну, собственно, на заглавной картинке вы видите панорамные снимки отеля. Пашет Novostar Pyramid. Как я уже сказала, в 2019 году он вошел в сеть Novostar. Давайте детально посмотрим на карту. Как вы видите, достаточно большой отель. Это семь с половиной гектаров. У нас вот здесь основной корпус находится. Выделено оранжевым цветом. Теннисные корты. Блоки отдельные и бунгало. Удаленность от моря – это менее 200 метров. Здесь вот на картинке видно расположение. Один большой бассейн. Также крытый бассейн у нас есть. Он не настолько визуально виден на картинке. То есть достаточно большой отель, большая зеленая зона, спортивные игровые площадки. Ну и, собственно, расположение – это бунгало и основной корпус. Как я уже говорила, мы находимся с вами в курорте Набель. Недалеко от центра Набеля. Это один километр. Очень удачное расположение отеля. Все находится в шаговой доступности – кафе, рестораны, супермаркеты. Поэтому можно спокойно перемещаться здесь по городу и пешком. Все отзывы, которые были в 2018 году, просим отнести насчет предыдущей команды. С момента вступления сеть Новостар привнесено очень много изменений, о которых я вам сейчас и расскажу. Так, вот мы с вами видим зону бассейна. Это основной бассейн. Обратите внимание, что он без детской зоны. Детская зона у нас находится только в крытом бассейне. Здесь бассейн с глубиной от 90 сантиметров до метра сорока. Это достаточно большая глубина для детей. Что новенького и что хорошего в этом отеле было сделано за зимний сезон? Команды Новостар, также отельные команды. Самое главное и немаловажный критерий при выборе отеля – это реновация номеров. Вот вы видите сейчас на картинке, на слайде номер, который мы реновировали, кондиционер, текстиль и полностью дизайн интерьера обновлен. То есть это полная реновация, не косметический ремонт. Преимуществом отеля Новостар Пирамид являются номера двухкомнатные и трехкомнатные, которые максимально могут разместить 6 человек. То есть несмотря на то, что отель предлагает бюджетный отдых, он предлагает также и размещение для больших компаний и для семей 6 человек. Это двухкомнатные и трехкомнатные номера, таких номеров в отеле аж 60. Посмотрите, пожалуйста, как раз на картинке у нас номер категории апартаменты. Номер апартаменты, все практически номера, за исключением нескольких, да, сепарации. Это тоже один из популярных вопросов, если между комнатами дверь, да. Либо вот такая стеклянная дверь, как мы видим на картинке, да, либо обычная дверь, все комнаты, за исключением нескольких сепараций. И еще одна фишка, которую привнес Новостар, наверное, каждый из вас знает, да, что Новостар – это всегда хорошая, качественная анимация, всегда небанальные развлечения. Вот, здесь командой Новостар и командой отеля реализована идея выделенного детского пространства. Это концепция, которая называется «Город профессий», выделенная зона полностью для детей. Вот мы видим такое пространство в форме квадрата, да, все это помещение – это детская зона. Внутри у нас располагается мини-клуб Новостар Китсленд, да, это станция полиции, станция госпиталь, кинотеатр и кухня. Здесь каждому ребенку будет предоставлена возможность, да, выбрать, так сказать, ознакомиться с профессией какой-то из предложенных, да, поучаствовать в квестах, в фейс-арты, да, все, что жалуют и любят наши дети и их родители, в этом году будет реализовано в отеле Новостар Баджет Пирамид. Также по цифре 4 у нас тут слева видно – это мини-ресторан, то есть он находится прямо рядом с мини-клубом, полностью отдельная самостоятельная зона для детей. Ну и как во всех отелях Новостар, дополнительные сервисы – детский горшок, электрический чайник, выделенная детская шведская линия, да, если в отеле более 20 детей. Аниматоры ассистируют обязательно у нас во время обеда и ужина, помогут во время приема пищи нашим деткам, да, развлекут их беседы и проследят, чтобы они съели достаточное количество овощей. Мороженое во время обеда и ужина очень популярное как среди детей, так и среди взрослых. Ну и в основном ресторане тоже, как и во всех отелях, у нас высокие стульчики для кормления, микроволновая печь и блендер. Дни рождения – это must-have любого отеля Новостар, и здесь это тоже будет. Комплимент от отеля на день рождения – торт с праздничным оформлением, обязательно поздравления в группе в нашей ВКонтакте. Ну и вечерняя мини-диско, награждение памятными дипломами, а также другие небанальные развлечения для детей – это face art, обязательно кулинарные мастерские, пицца-квесты, мини-олимпиады и многое другое. Вот, сейчас как раз на слайде у нас появились такие замечательные лего-полицейские. Это одна из комнат нашего концептуального мини-клуба «Новостар Баджет Пирамид», а вот это фотографии из мини-ресторана. Давайте посмотрим, что хорошего предлагает отель для взрослых. Во-первых, первым, ну практически первым делом, да, что появилось из новшеств в лобби-баре отеля, да, это расширенный ассортимент напитков. Мы увеличили время работы самого лобби-бара, да, он стал работать с 10 до 24, а раньше работал до 11 вечера. По формуле «все включено» предлагается пиво и вино, слабоалкогольные напитки, и из крепких напитков появились виски «Буха» и «Сидратин», это крепкий ликер и другие алкогольные коктейли. То есть достаточно солидный выбор для двухзвездочного отеля, и до 2019 года, конечно, этих напитков в ассортименте не было. Вот это наш замечательный шеф-баров, лобби-бар. Ну и давайте теперь коснемся животрепещущей темы, да, это пляж. Отель «Новостар Баджет Пирамид» находится у нас на первой береговой линии, как я и сказала, да. Здесь на фотографии немножко видно, что в зимний период пляж становится похож на галечный, да. Вот, но к началу активного сезона, где-то к середине мая, да, вот это природное явление исчезает. Но поскольку вход в море неоднородный, да, и каменистый, вот, поэтому волевым решением мы решили, что понтон, то будет оптимально. Вот, поэтому понтон устанавливается в высокий сезон, да, это с 1 июня по 1 октября. На пляже у нас работает бар, но, как и все сервисы Open Space, да, они работают с начала июня до конца сентября. Безалкогольные, слабоалкогольные напитки, само собой, солнцезащитные зонты и лежаки бесплатно, по системе все включено. По системе полупансион лежаки на пляже за дополнительную плату. Так, вот сейчас участок пляжа, да, с песчаным пологим входом, он находится чуть левее, он находится чуть левее, да, но тем не менее он существует. Поэтому есть небольшой участок, где можно без каких-либо, значит, неудобств войти в море. К услугам наших гостей багажная комната Wi-Fi, работает только на ресепшн в лобби-баре, да, и бесплатно. Сейфа в номере нет, есть он только на ресепшн, также предоставляется за дополнительную плату. Еще один сервис, который мы обязательно откроем в этом сезоне, да, это прачечное самообслуживание. Две стиральные машины, сушильная машина, гладильная доска и утюг. Отличный спа-центр с хамамом и сауной, да, для тех, кто любит не только полежать на пляже, но и как-то оздоровиться. Фитнес-зал, два теннисных порта. Вернемся к этой теме, да, в отеле всего 350 номеров. Номера есть как в центральном корпусе, как в дополнительных корпусах, так и в бунгало. В центральном корпусе у нас есть лифт, категории номеров в отеле стандарт, стандарт с видом на море. И, как я уже сказала, двухкомнатные, трехкомнатные апартаменты с размещением до шести человек. Все номера реновированы, да, еще раз обращаю внимание, что это не косметический ремонт, да, это полная реновация номеров. Все номера практически одинаковые, да, уровень комфорта одинаковый, за исключением типа ванны. В номере либо душевая кабина, либо ванная. Также еще один важный нюанс, да, что размещение гостей производится в любом корпусе, то есть категории бунгало не выделены в отдельную номеру. Размещение используется номерной фонд, который свободен на день заезда наших гостей. То есть вас могут разместить как в основном корпусе, так и в бунгало, и также в отдельном блоке. Так, вот здесь фотография как раз у нас корпусов, такие дорожки, вдоль которых растут лимонные деревья. Вот этот номер на слайде у нас, это номер с бунгало, с видом на море, мобилированные балконы, терраса, большое панорамное окно без балкона. Да, предвосхищаю, значит, ваши вопросы, да, номера без балкона в отеле есть, их всего четыре. Два основных спальных места, да, это две кровати типа твин, либо одна кровать кинг-сайз. Есть плазменная телевизионная панель, да, тоже не каждый отель, две звезды, может попасть с плазменным телевизором. Напоминаю, да, что кондиционирование в Тунисе с 15 июня по 15 сентября, да, это сезон гарантированного кондиционирования. Совмещенный санузел, мыло в индивидуальной упаковке, как уже сказала, душ или ванна. Мини-холодильника в стандартной комплектации номеров нет, но его можно арендовать на ресепшн за дополнительную плату. Уборка в номере каждый день, смена полотенец каждые три дня и постельное белье у меняем каждые семь дней. Можно посмотреть чуть подробнее, да, комплектацию, о которой я рассказала, телевизор, такие небольшие прикроватные тумбочки, собственно, сама кровать. Все самое необходимое, очень эскетично, но оформлено, в мой взгляд, со вкусом. Основной ресторан завтрак, обед и ужин. Выделенная детская шведская линия, как я уже сказала, в Новостар Китсленд. Как и во всех отелях сети Новостар, кофе, чай доступны не только во время завтрака, но во время обеда и ужина. Работает снэк, ну, как я уже говорила, что все сервисы OpenSpace работают с июня по конец сентября. Лобби-бар, который мы с вами посмотрели, да, с 10 до полуночи работает. С 4 часов до 11 можете попробовать с дополнительную плату кальян. Бутилированная вода отелям не предоставляется, то есть этот сервис необходимо приобретать самостоятельно. Вот, есть в отеле кулеры. Также есть бар у бассейна безалкогольные и слабоалкогольные напитки и бар на пляже. Напитки в диско-баре у нас за дополнительную плату, как и было в предыдущем отеле. Здесь мы видим с вами снэк-бар и террасу. С 12 до 16 можно попробовать снэки перекусить, да. Спорт и развлечения. Все, кто знают отели Новостар и когда-то слышали Новостар, знают, что анимация в отелях всегда на уровне пятерки. Вот, поэтому все развлечения, русскоговорящие аниматоры в составе интернациональной команды, дневная и вечерняя анимация для детей, для взрослых. Это мини-диско, это вечернее шоу, аэробика, аква-аэробика, волейбол, тартс, мастер-классы, шаромоделирование, твистинг, кулинарные мастерские, квесты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Демножко расскажу про спа-центр, в котором тоже полностью была реновация, да, он совсем не похож на спа-центр в отеле «Две звезды». Новый, очень элегантный, традиционные мотивы и современное искусство, да, здесь базовые эстетические процедуры, хамам, сауна, ну, соответственно, массажи и большой теннис, да, для тех, кто любит не только отдыхать, но еще время отдыха заниматься спортом. Зона у бассейна, блоки, да, это не центральный блок, вот такие вот аллеи на территории отеля. Сразу прям первый вопрос. Кулинарная мастерская платно-бесплатно? Конечно, бесплатно во всех отелях и в том числе на Вастарбаджет. Конечно, бесплатно, друзья. Начнем с вопроса, который прямо у нас последний. В отелях преобладают русские туристы или все-таки европейцы? Так как преобладание гостей какой-либо национальности зависит в большей степени от сезона, да, то есть, например, европейцы ездят в отели в зимний период, они очень любят посещать отели до начала активного сезона, да, после периода Рамадан в отелях есть гости стран Магриба, ну и русскоговорящие гости. Активный сезон также с 15 июня по где-то конец сентября. Номерной фон, да, Новастарбаджет Пирамид может позволить себе размещение 6 человек в одном номере и расположение, да, недалеко от курорта города Набель. Об этом обязательно стоит упомянуть, да, что в отеле есть горки, в Космос Терги Клаб есть водные горки на территории отеля, да, Новастарбаджет Пирамид, горок водных нету. А какие номера подверглись все-таки реновации в этом сезоне, только бунгало или главное здание? Все номера, все номера, которые будут, да, реновированы. Все номера, все номера были полностью реновированы. Что касается кондиционирования? В номерах есть как сплит-системы, да, это индивидуальное кондиционирование, так и центральное кондиционирование. В ванной комнате есть ли розетки? Розетки, это хороший вопрос. Насколько, да. Хороший вопрос. Нет, на розетку в ванной не рассчитывайте, потому что есть номера, в которых присутствует розетка, да, но так как фена в номере нет, розетка в ванной не будет рассчитывать. Так, давайте дальше. Вопрос у нас был про сантехнику. Сантехника в номерах, она тоже была реновирована? Да, у нас даже был один слайд полностью, то есть замена раковин, сантехники полностью, то есть на 100%. То есть не косметический ремонт, а включая даже перекладку плитки, да. Полностью все обновили. Все обновили полностью. Разница между номерами мунгала и доп. корпусами? То есть в чем, в принципе, отличие? Уровень комфортности одинаковый, да. Принципиальное отличие, ну, первое, это место расположения, да. Но если это номера одинаковой категории, там, стандарт или стандарт с видом на море или апартаменты, да, есть незначительные различия в каких-то дизайнерских решениях, да, там, цветовой гамме, типа ванны, это душ или ванная. Ну, уровень комфортности одинаковый, то есть это практически идентичные номера. Что порекомендуете, если, например, к вам приезжает в отель трое взрослых и один ребенок? Какой тип размещения? Ну, зависит от ребенка. Если ребенку уже больше двух лет, то это размещение идет в номере категории апартаменты, да. Ну, а размещение уже происходит, да, по факту наличия свободных номеров. Кто-то предпочитает размещаться в основном корпусе ближе к инфраструктуре, кто-то предпочитает размещаться, например, в бунгало, да, ближе к пляжу и зонам бассейна, зонам бассейна. А что касается балконов, во всех типах номеров есть балкона? В четырех номерах категории стандарт нету балконов, да, но есть большое панорамное окно в основном корпусе. А в апартаментах балкон есть? В апартаментах, да, есть балконы. А в апартаментах предполагается наличие кухни? Если, например, такая вот вопрос ситуации, в случае отсутствия свободных номеров в бунгало, да, и размещение в основном корпусе, возможно ли потом, то есть, например, если нет свободных номеров, да, у вас в бунгало размещают гостей в основном корпусе, можно ли потом обратно переехать? Конечно, можно, да. У нас будут присутствовать с 1 мая русскоговорящий персонал, гест-релэйшн и администратор. Это те люди, к которым можно будет обратиться по вопросам размещения, мы вообще, значит, по любым вопросам, которые волнуют наших гостей на отдыхе. Поэтому, конечно, да, если будет освобождаться какой-то номер, и туристы изъявляют желание, да, переехать, им комфортнее будет жить в бунгало, почему нет? Мы не отказываем в таких просьбах. Давайте вернемся к номеру. Мы выяснили, что фенов нет в номерах, да? Соответственно, что касается сплит-системы, тоже мы выяснили. Вернемся к такому важному моменту, как холодильник. Есть ли он, цена его аренды, если он платный, сколько стоит? В стандартной комплектации номеров не входит мини-бар. Мини-бар есть на ресепшн, его можно арендовать, да, при условии наличия на момент запроса стоит эта услуга 10 динаров в сутки. 10 динаров – это примерно около 3,5 долларов. Что касается смены постельного белья, как часто она у вас осуществляется, есть ли различия между категорией номеров? Во всем, во всех категориях номеров осуществляется замена постельного белья раз в 7 дней, замена полотенец раз в 3 дня, уборка ежедневно. Во всех отелях сети Новостар предоставляется детский горшок бесплатно, но под депозит. Платно, бесплатно? Сейчас будет следующий вопрос, скорее всего, с теми из депозита. Размер депозита варьируется во всех отелях сети Новостар, в зависимости от категории, да, порядка 10-20 динаров. То есть 10 динаров, я уже говорила, 3,5 доллара. Но потом, соответственно, депозит возвращается. Раз начали говорить с вами про размещение, многие читают на сайте, что есть у вас гостевой налог. Правда ли это и сколько должны гости при отречении заплатить? Гостевой налог есть, и в этом году все абсолютно во все отели, да, во всех отелях тунистов, не только в отелях сети Новостар, обязаны оплатить при заселении налог. Налог составляет в зависимости от категории звезды, от 3 до 5 динаров за человека старше 12 лет, да, то есть дети не оплачиваются, и только за период 7 суток. То есть если вы отдыхаете 14 дней, да, вы платите только за 7 суток, соответственно, только за взрослых и ребенка, то 12 лет. На сайте туроператоров эта информация, да, описана, как важно, то есть перед покупкой тура, да, вам будет предложено ознакомиться с... Так, вот Алексей пишет нам вопрос, безопасность как обеспечивается, да, хорошо, обеспечивается безопасность, да, силами службы безопасности отеля, да, это охрана присутствует на пляже, охрана присутствует на въезде в отель, также установлены на территории камеры видеонаблюдения, да. Все, кто не резиденты въезжают, обязательно проходят обязательную проверку, да, на посту секьюрити. Так, есть ли тренер по теннису или кто-нибудь из инвестиционной команды может встать в спарринг? Так, как таковой услуги тренера по теннису нет, поэтому здесь не стоит рассчитывать на то, что можно будет обратиться к какому-то профессиональному тренеру по теннису. Кофе в лобби-баре есть, да, в Тунисе любят, уважают кофе, поэтому кофе в лобби-баре есть. Так, и мой любимый вопрос про медузы, да, водоросли это такое природное явление, да, которое встречается у нас, ну, не только у нас в Тунисе. Пляжи очищают от водорослей, да, но, как правило, вообще есть такая практика в отелях Туниса, да, когда водоросли просто собирают в одном месте, и потом море запирает водоросли обратно. Ну, зону, где гости входят в море, да, соответственно, очищают от загрязнений и водорослей. Медузы бывают, да, как правило, это случается в августе, зависит от погодных условий. Ну, как правило, в Хамамете-Набюле их небольшое количество. Если с отелем рядом инфраструктура, да, отель расположен в километре от города Набюль, поэтому здесь все находится в пешей доступности, супермаркеты, кафе. Стоимость сейфа 4 динара аренда маленькой ячейки и 5 динаров большой. Какой заход в море? Плавный он, песчаный пляж, да, то есть нужна неспециальная обувь для захода. Просто я вот сразу вопросы вам формирую в один блок, чтобы подробно про него рассказали. Про пляж. Да, вообще в большинстве отелей, да, в городе Набюль есть такая особенность, это каменистый пляж. 70% пляжа Новостар-Бажет-Пирамид каменистый, имеют неоднородный вход, каменистый. Вот, но в левой части существует пологий песчаный вход, да, также для удобства гостей будет установлен с июня понтон. Но возможность, значит, комфортно все-таки зайти в море, вот эти 30% они существуют. Это находится чуть левее, буквально, чуть левее, значит, основной инфраструктуры отеля. Тут следом как раз-таки вопрос, сколько стоит такси до зоопарка и парка развлечений? Смотрите, по поводу перемещения на такси между городами, да, это вообще очень нерекомендованная история, да, потому что часто ситуации, когда туристов оставляют в зоопарке, поэтому здесь обратитесь к вашему отельному гиду, да, это не настолько будет дороже, да, с организованной экскурсией ехать. И кроме того, значит, некоторые туроператоры в этом году предлагают очень интересные экскурсии, тире квесты, да, для семей с детьми. Вот, поэтому не стоит. Не стоит. Просто не стоит, да. Не стоит самостоятельно. А если... Парк развлечений... Парк развлечений, ну, продолжайте про парк развлечений. Да, если речь идет о Карташ-Лэнд, который находится в Весмин-Хамаме, да, да, курорт Хамаме здесь также недалеко, то такси будет стоить порядка 12-14 динаров. Если нужна аптека гостям, есть ли на территории она, и как можно до нее доехать, добраться? Да, на территории отеля аптеки нет, да, но здесь в шаговой доступности есть аптека, то есть до километра, скажем так. А вот, кстати, вопрос какой-то от меня, вот, а есть ли на территории отеля врач? Все-таки у вас много детей, много детей? Да. И бывают ситуации разные, то есть требуется какая-то медицинская помощь? Да, на территории отеля врача нету, да, как и в большинстве отелях Туниса, они есть, наверное, только в отелях категории 5 и 5 люкс. Вот, поэтому обязательно всегда рекомендуем, да, всем тем, кто едет с детьми, и просто, если вы знаете, что, значит, такое может произойти, вам понадобится помощь квалифицированного врача, да, ознакомьтесь со страховым полисом, который входит у вас в турпакет. Куда вам звонить, по какому номеру, есть ли у вас в страховом полисе франшиза и так далее. Так, давайте вернемся к вопросу детских развлечений. Мы поняли, что у нас очень много развлечений в отеле есть, да, то есть это и кулинарные классы, да, и детские площадки. Просто такой вот детская площадка, чем она оборудована? Есть ли какое-то, вот, скажем, различие детских площадок для совсем маленьких детей, да, и там уже постарше, то есть чем едем себя занять, помимо вот различных мастер-классов? То есть могут ли они сами как-то где-то поиграть? Да, конечно, есть детская площадка, да, на фотографиях мы видели зону, выделенную под детскую площадку, да, в течение недели она будет установлена. Это качели, да, то есть качели-балансиры и качели канатные для деток постарше, да, также горки, небольшие такие пластиковые горки, и будет у зоны мини-клуба установлен батут. И это очень любимая, популярная вообще вещь среди посетителей мини-клуба – это батут. А вот если мы говорим с вами о том, что высокий сезон, будет большое количество гостей в отеле, всем ли хватит лежаков на пляже, да, то есть всем ли хватит, в принципе, места в отеле, чтобы чувствовать себя комфортно, скажем, да, там, на детской площадке, да, если детям, про детей, да, говорим, про пляж, да, то есть будет ли это комфортно отдыхать, и в том числе и в зоне, скажем, в ресторанах, барах, всем ли хватит места, если будет полная загрузка. Ну, смотрите, все сервисы, да, включая такие, как шезлонги, зонты, да, рассчитаны на максимальную вместимость отеля. То есть они коррелируются, да, в зависимости с тем, сколько себя может вместить отель максимально. Это касается, значит, количества шезлонгов, да, зонтов на пляже, которые вот коррелируются с загрузкой отеля текущей. Места будет хватать всем, да, определенно, но важно учитывать, да, что... Вернемся к детской теме аниматоров, то есть до какого возраста детей развлекают аниматоры, то есть, да, то есть... Вот такой вопрос. Программа рассчитана в мини-клубе для детей от 4 до 12 лет. До 4 дети приглашаются также в мини-клуб, но в сопровождении родителей, да, то есть это обязательное условие. Вот, ну и верхние планки не существует, то есть с 4 до 12, это условно, да, ну, бывает, что присоединяются дети и старшие 13, 14, 16 лет. Кто-то предпочитает из детей присоединяться уже к взрослой анимации, кто-то больше лежит в детской душам. Алина, скажите, пожалуйста, вот вопрос повторяется несколько раз уже от разных наших зрителей. Вы говорили, что на территории отеля стоят что-то кулеры с водой, то есть вода бесплатно не предоставляется, а есть ли какие-то магазины, скажем, где можно эту воду купить, именно в бутылках, бутилированную воду? Воду можно купить в магазинах и за территорию отеля, и также на территории отеля. На территории отеля стоимость бутилированной бутылки 1 литр 2,5 динара. Вот по поводу интернета, то есть можно ли купить карточку, да, то есть сотовую карточку с интернетом, сколько это стоит в целом по Тунису и какая связь будет у вас в отеле? Можно приобрести сим-карты местных сотовых операторов, это у Риду, и оранж. Есть специальные тарифы для звонков за границу, в том числе и в Россию, есть пакетные, пакеты интернета, которые можно также подключить и пользоваться ими. По стоимости еще сориентируйте нас на кальян. Кальян стоит... Будет такой вопрос, что есть кальян, и сколько стоит примерно? Порядка 12-14 динаров. Это в долларах примерно? Примерно около 5,5-6 долларов. Надеюсь, эта информация тоже для вас будет полезной. Коллеги, спасибо за сегодняшний эфир. Всем хорошего дня, удачных всем продаж. Счастливо. Счастливо. Счастливо.